Мы приехали сейчас в дом к Татьяне, у нее парализованный муж лежит, у них случается беда в их доме. Почему мы здесь? Наше Добро мира волонтеры Крыма. Нам обратилась социальная служба о том, что есть такая семья, которая нуждается в помощи. Муж слег, у него инсульт, и нужно было глюкометр, нужно было как-то помочь провести свет. Памперсы и продукты питания для семьи. Мы откликнулись, чем смогли, тем помогли. Когда привозили продукты, увидели, что ситуация, которая в этом доме происходит, это было что-то ужасное. Копоть везде, дымоход полностью забит, никто не обращается. Мы узнали про ее историю, которую она нам рассказала, что она уже бьется, как рыба об лед, и не может дальше никуда пробиться, чтобы ей провели свет, потому что она постоянно топит дровами. Поэтому мы хотим призвать людей, прессу, юристов, чтобы как-то могли помочь этой семье бедной, потому что действительно люди в тяжелой жизненной ситуации. На данный момент нужно что-то сделать с болером, не с болером, а с котлом, потому что с него копоть, он забитый полностью, и весь дым, которым они топят, оно все в помещении. Это невозможно дышать, это спертый воздух, это что-то страшное. И вся эта копоть, которая там накапливается, она капает прямо на полы, на ванну, то есть это все в очень страшном состоянии. То есть надо сейчас, по-моему, почистить дымоход. И, конечно же, свет, чтобы провести электроэнергию, потому что без света там жить невозможно. Они с фонариками, они все время на одних фонариках, она с фонариком в зубах переодевает своего тяжело лежащего мужа. Готовить у нее, так сказать, не на чем, да, она купила газовый котел, и вот на этом, ну, как, в принципе, как и все, но все равно все это дымует, то есть им надо простое питание, простые засыпки, вот такие, то есть мы им помогаем еще и продукты, потому что мужу пенсию не дали по инвалидности, он ее не получил. Еще обычную пенсию он тоже не получает. Почему? Нет подтверждения документов. 60 лет уже исполнилось, а каких-то документов из Днепропетровска они еще им не доставили. Это граждане Украины? Нет, они уже здесь, но вот по пенсии у него не хватает ему лет, и он уже слег по инвалидности, поэтому у него нет его пенсии, и они живут на 9 тысяч только ее пенсии. Поехали в город, купили две упаковки этих лекарств, и купили полоски, и они продали. А что у меня пенсия маленькая, я думаю, 7 тысяч и сразу потратил на лекарства, плюс памперс, а у него диета, сахарный депет, сами знаете, что это такое, не говоря уже про воду, про газ. Так что просто я поражаюсь, понимать, люди чужие со стороны помогают, а вот я входила в администрацию 11 лет, я же не прошу жилья, нет, просто помогите в такой ситуации, что вот человек лежать и парализованный, и вот... Теперь у вас два варианта, либо вы приходите в 426-й кабинет, либо куда бы то ни было, вот, вам там ставят отметку о том, что вы восприняли ваше заявление, либо, если это не получается, ну, по тем или иным причинам, я не знаю, вот, тогда вы это направляете по почте с уведомлением о вручении, поняли меня, да? Чтобы у вас одно дело мы отвечали, это все понятно, все хорошо, вот, но необходимо, чтобы у вас было официальное заявление, на котором было бы видно, что это заявление вошло в исполком. Вы поняли меня, да? Хорошо.